всем привет и слава украине передача новости с кавказа продолжает свою работу с вами я гилл абазазы и сегодня у нас традиционный разговор с хорошо знакомым любимым номеров помогали заевым приветствую рауф очень рад тебя видеть привет дело приветствую всех как всегда поддерживаем канал комментарии шерим и это помогает в нашем деле не забываем об этом кстати кто хочет поддерживать канал на патреоне там внизу ну я уже объяснили что ты неправильно все делаешь тебе нужно какую-то систему создать там для партнеров создам не понимаю не умею в общем не суть давай знаешь сегодня хотелось бы опять таки объяснить нашим друзьям нашим зрителям дорогим некоторые вещи потому что очень часто я слышу одно и то же вот вместо вот этого будет вот это о важности коридоров и так далее ну давай начнем с простой вещи вот в общем и в целом на сегодняшний день мы можем сказать какой приблизительно объем может на себя взять юно-кавказский коридор центральный коридор трансхаспийский о котором мы говорим я думаю на данный момент есть вообще я в общем скажу у нас есть скажем дорожная карта которая полностью еще не реализовалась но есть позитивная динамика вот например скажем по грузии в этом году грузия планирует значит объявили что в мае будет рекордский участок по автодорожному сдадут что вчера некоторые я фотки увидел чуть-чуть честно говоря сомневаюсь что в мае успеет ну и будет и осенью планирует сдать тот же рекордский участок по железным дорогам что даст возможность сократить время пути от тибилиси до батуми до 40 минут это уже позитивно плюс модернизация бтк она тоже уже думаю завершается там некоторые моменты остались и это даст возможность перетянуть трафик по бтк объявили 5 миллион тонн например до 5 миллион по скажем партам у вас разные оценки и так кстати дополнительно насчет анаклеи тоже в эти месяца планирует уже закладка должна произойти мы можем перетянуть первоначальная думаю где-то до 10-15 миллион тонн но это мизер если папа глобально посмотреть это маленькие объемы но сейчас происходит очень интересные события в мире происходит перенаправление потоков были традиционные какие-то пути по морю по суше скажем и вот мы в таком регионе что мы даем возможность серьезной альтернативы даже нашем регионе чуть южнее если посмотреть ближний восток может тоже часть большого ближнего востока большого ближнего востока несомненно да там же тоже были разные проекты на g20 объявили пока это выглядит как тост но вот мы с тобой в первом эфире еще двадцать первом году говорили о проекте скажем соединение дороги и рак турция выход на порт альфао вчера президент ардовом был в ардаде они соответствующие договора подписали и этот проект будет реализоваться я думаю этот нам тоже важно выход альтернативный выход на персидский залез и имеем через иран альтернативные через бтк турция в ирак и вот в этих проектах тоже наблюдается конкуренция каждый игрок хочет перетянуть поток в свою сторону и у кого реально есть эта инфраструктура он будет гораздо выигрыши в нашем регионе сейчас происходит еще другая интересная ситуация то что два глобальных игрока как евросоюз и китай они оба заинтересованы скажем транскаспийском международном маршруте каждый по-разному каждый у каждого свое видение но в любом случае этот интерес присутствует нам остается улучшить и я думаю поторопиться надо некоторые моменты есть которые нужно серьезно уже задуматься особенно я хотел бы подчеркивать поторопиться грузии особенно это надо потому что по железным дорогам у вас подвижной состав увы очень не в хорошем состоянии нужно закупать и закупать можно я думаю как азербайджан принципе у братского казахстана это сделал грузии тоже с казахстаном нормальные отношения так что без проблем и самое главное качественные товары также уделять внимание по железнодорожной инфраструктуре это всем нам касается и в идеале если мое мнение я хотел бы чтобы грузия как и мы перешли на перемены то это даст возможность транс кавказскому вот этому коридору от алята до поти или скажем до батуми или бтк или будущий анакли перевозить товары 20 процентов ниже дешевле то есть вот если мы начнем с крайней точки а это сумочности хир порта алят ведь кроме алята у нас есть какие-нибудь еще . у нас если мы говорим олят тут два вопроса какой объем валят заезжает и какой объем может принять грузия тут не только алят тут нет я поэтому и хочу я поэтому ты не понял меня я хочу чтобы мы вот так прошлись вот алят да это от 15 до 25 миллионов тонн насколько пишут 15 сегодня уже есть до 25 вторая фаза вторая фаза ну вот давай давай считать до сегодняшний день на сегодняшний день . входа алят есть еще другие точки входа я даже секунду давай 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 я выведу карту чтобы это вы видели я всегда мы говорим что нужно показывать на карте поэтому я сейчас быстро выведу карту извините что я не сразу же я вывел так вот вот у нас южный кавказ и вот у нас показано где я нахожусь вот у нас здесь будет алят правильно точка алят и так мы говорим о том что там мощность где-то на сегодняшний день 15 миллионов тонн другие точки входа откуда могут быть могут быть по идее не 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 в азербайджане еще есть . да ближе к боку там есть порт говсан восточный посмотри от слова баку точнее губу стану лахтабан говсан говсан гусан и вот от двух-то и леча я тут ниже или вы же нет нет выше выше гела южнее на сторону востока идти южнее я иду в сторону востока ты идешь южнее на юг идешь я говорю относительно баку и вот слово баку и на восток идти на запад идешь а вот сюда да да а вот он вот он вот там тоже порт у нас для кого говсана у нас сколько а подожди давай сразу же вот так вот сделаю чтобы было видно вот этот порт да там маленький смотри что есть даже есть колесный пароход старый ну да хорошо бы восстановить кстати но вот этот 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 самый порт он небольшой да это альтернатива и он имеет тоже железнодорожные сообщения с общей сетью также еще строится еще дальше чуть-чуть есть порт зеря который тоже соединили железной дорогой по этому же направлении чуть-чуть на восток идти еще дальше вот да 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 вот из этой части зеря нет вот от слова зеря чуть чуть южнее там есть маленький вот это считается самым глубоководным портом и по общему объему если при увеличении он тоже может подключиться транс-каспийском международном маршруту кстати его тоже соединили общей железнодорожной сетью значит гусан насколько я понял это 18 мы будем считать 2 и если мы берем порт зеря мощности но они небольшие будут наверняка 26 миллионов тонн грузов в год мощность нет это это не будет там меньше вы да но там есть возможность на будущее контейнерные терминал сейчас высадок нет то есть возможность да есть есть определенные возможности которые 1 миллион до 1 миллион там тоже 1 миллион тут другой нюанс значит на данном момент есть если разделим до грузы есть центральная азия есть китай если центральная азия это разные виды грузы это удобрение это нефть это металлы а если китай это в основном контейнеры и тут на грозный груз разные решения разные терминалы разные виды кораблей должны быть так что каждый порт и каждый объем он имеет скажем особое значение но по увеличению объема будут дополнительные какие-то терминалы достраиваться и тем самым этот маршрут станет более привлекательным но для начала то что мы скажем закладка была какие планы нужно реализовать чтобы бархатный путь так скажем вот например одна из технических преград у нас на границе с грузией есть танцы 2 кассе есть танцы гардобане у 2 кассе 14 14 путей у гардобане 7 путей это означает что грузия в нашу сторону два раза меньше сможет отправлять потому что они физически нету возможности и плюс эти две станции находятся ближе к населенным пунктам поэтому этот вопрос тоже нужно периодически поднимать чтобы уже сейчас задуматься о каких-то решениях то есть смотри по большому счету что мы имеем мы получили вот сейчас 15 и 3 18 миллионов тонн грузов 18 миллионов тонн грузов может легко перевести это как его допустим полная загрузка пошла до 18 миллионов тонн грузов это то что сегодня может принять азербайджан так но не может мне кажется от грузии принять нет я дальше иду азербайджанская железная дорога 18 миллионов тонн может перевести даже даже не азербайджанская грузинская железная дорога довести до поти батуми может перевести но тут уже поднимается вопрос за какое время потому что есть вот узкие горлышко которые будут по времени как-то корректировать это все потому что я смотрю на возможности того же ботуми это порядка 8 миллионов тонн но опять таки какие там нефтяной там нефть в основном а поти 44 миллиона тонн и там в основном там разные там в основном если не ошибаюсь поте у вас главный контейнерный хаб поте это главный контейнерный хаб но вопрос в том где взять для поти 44 миллиона но там не только же контейнеры там и другие виды там еще автомобиль у вас завозится через поти и я все понимаю но я имею ввиду вот все равно полпу на полную загрузку что мы можем загрузить за счет чего мы можем загрузить поти поти мы не можем загрузить хорошо ну допустим есть же грузы которые направляются вот это чтобы все понимали да смотрите вот она карта южного кавказа и так далее для того чтобы грузы завести вот сюда вот в эту часть а я карту карту я не вывел молодец дела и рассказываешь про нее вот у нас южный кавказ мы видим и европа для того чтобы грузы завести вот в эту часть европы видно то что я вот в эту часть вот в эту часть европы чтобы завести грузы понятно что необходимо через грузинские порты вот сюда вести напрямую через черное море а вот для того чтобы завести вот в эту часть южную вот здесь уже бтк другого нет пока что вот у нас бтк у бтк сколько у нас возможностей 5 миллион тонн на данный момент вот идут работы но это думаю ближайшие года это тоже будет это не предел возможности увеличиваться год 5 миллионов тонн и гбтк добавляется если будет открыта через тоже по южному направлению там сколько может пройти думаю до 10 миллион тонн можно перевести оттуда но это тоже не сразу будет потому что 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 объявили cars их дыр садаряки это ближайшие пять лет будут строить и нет ну зачем корс и гноль садаряка если заказу открывается тогда идем на гумри попадаем через гумри марс ну тогда тогда больше будет объем там там уже если гумри карса открывается тогда и открывается и джеван казах это уже не один кота разные входы и это уже объем увеличивается но тогда знаешь что получается вот сейчас получается очень интересная картина что морем принять мы все равно столько не можем и было че за счет астара у нас дороги нет правильно сегодня тоже объявили что до двадцать восьмой двадцать девятый год активно они будут работать сейчас говорим мы же не говорим что алят принимает 25 миллионов тонн мы говорим что алят принимать поэтому мы говорим про сегодняшний день что будет двадцать восемь году никто не знает лишь на стара у нас дороги нет ну можно автомобильным транспортом там там и так далее и тому подобное но это другое получается что все равно у нас в основном будет идти по сухопутки а сухопутка железная дорога до меня понял через север да это россия получается но сделала тут другой момент через россию идет но это не говорит что нам нужно стоять ждать во первых и есть грузы и относительно этих грузов ведутся работа у нас то что наше домашнее задание что мы еще полный его извини 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 я к чему говорю через россию идет но куда она идет она здесь упирается вот смотри вот видишь какая большая граница да считай что здесь эта стена здесь нет ничего то есть все или через россию здесь тоже нету железной дороги через абхазию слава богу и это выходит на дельбент баку так но если таким маршрутом будет идти туда но подожди мы с тобой только что это все оговаривали зачем вообще сейчас разговаривать мы с тобой начали считать у нас получилось что морем азербайджан сегодня может принять причем это и наливные и и нефть и все что угодно все вместе где-то около даже до достиг не дотягиваю это около 18 миллионов тонн так теперь здесь возможности есть 18 миллионов тонн при всем при том что у грузии не в лучшем состоянии железной дороги и так далее но порты грузинские могут отгрузить где-то около 40 миллионов тонн будем так считать грубо да да уже 20 миллионов у нас откуда тут нужно брать грузии правильно а еще есть бтк и еще на перспективе за внизу с открытием и через джаван то есть еще 10 миллионов получается что 30 миллионов у нас выхода больше чем вход и получается что 13 миллионов могут зайти только с севера технически они могут зайти технически с азербайджана у нас россия азербайджан до 30 до 25 года если не ошибаюсь планирует модернизировать и вход будет годовой по север-югу это будет 15 миллион тонн то есть ты же понимаешь что это будет не север-юг это будет тот же восток-запад но вас север-запад так скажем север потом на юг и потом запад знаешь просто я тебе скажу так вот я еще раз показываю в общем то о чем идет речь и если мы говорим о геополитике вот китае и отсюда у них есть точка входа вот она у трансиба несколько точек входа это не через казахстан а вот опять-таки на россию на россию на россию да дальше трансиба трансиб и бам они параллельно но вход у них со стороны если не ошибаюсь со стороны 4 вот с той стороны видео с какой-то стороны и ты говоришь если с китая ближе к владивостоку оттуда должно быть ну вот так вот это место то есть на самом-то деле это очень удобный вход потому что мы не забываем что вот здесь в китае у китая ничего нет здесь пустыня а промышленные районы у китая находятся вот здесь вот но они последние годы диверсифицировать некоторые производства они перекинули на конечно мы говорим мы говорим сейчас не о будущем мы говорим о сегодняшних логистических маршрутах в будущем россия развалится и по россии можно будет спокойно ездить но мы говорим сейчас про то что сейчас происходит не прочитать сказал что производство да у них в основном на востоке но в районе вас у них в основном на востоке таким образом получается что большая часть грузов идет сюда что будет делать россия чтобы обойти южный кавказ я уже говорил вот точка входа россии если здесь моделизирует железную дорогу и если китайцы построить здесь анаклею китайцы построят где на клеях это прямо на границе вот она клея да если китайцы строят здесь анаклею строительство уже идет давно просто у вас уже договорились что будут китайцы нет не договорились чтобы поэтому идет такая битва тогда они вообще всех обходят хотя я думаю что и отсюда и отсюда тогда если если ему удастся вообще ребят почему мы сейчас я конечно понимаю что рауфа гомерзаев у нас начальник транспортного цеха но мы же все равно про политику говорим правильно почему мы сейчас подняли эту тему а все очень просто на самом-то деле самом-то деле сейчас россия хочет диверсифицировать свои транспортные маршруты и у него у нее только два выхода реальных через грузию через азербайджан больше выхода в россии нет это не север-юг это транзит китайских грузов для европы готовы мы сейчас заменить россию мы увидели что мы даже здесь на этом участке наверное так есть есть такое дело я думаю это чуть-чуть сгущаешь краски насчет там же не только россия там альтернатива которые планируются то что я сказал насчет скажем ирак турции этот момент тоже есть китайские грузы они не зависят только от одного направления на самом деле смотри на самом деле опять-таки если мы говорим про альтернативу и если если китайцы сумеют там вместе с русским построить вот это самая короткая альтернатива северный морской путь там портов недостаточно а зачем там ну на какое-то расстояние там же должны быть порты то есть они не пройдут так без портов то есть вот и я буду там должны быть глубоководные парты которые принимают большие контейнеровозы если там я опять показывал карту и не показал ее вот о чем идет речь вот про это идет речь про северный морской путь но на карте она так красиво выглядит все синие но на месте чуть-чуть ситуация требует инфраструктурные решения инвестиционные вложения это не все так просто само собой ты понимаешь политическая цель изолировать вот этого монстра логистически у меня не как-то сходится к сожалению вот такие у нас слушай еще один вопрос который я хотел тебе задать вот по этим четырем селом и по дорогам там серьезно перекрываются дороги через эти силах я думаю нет эти села находятся прямо на нашей границе смысле тогда гранички тела и дальше если берите ли там есть село которое уже находится на территории скажем армении но это по старым картам это территории азербайджана по камесь и они остаются вот смотри вот вот я сейчас выведу карту на экран я вывел карту на экран сейчас насколько я понимаю речь идет об вот этих двух участках дороге смотри вот один участок дороги видно да это это вроде бы не дорога же это граница не граница это черным смотри граница черная но вот где написано а вот это синий а вот воскепар да а вот синяя что вот с ними что это как раз таки дорога и если вот здесь вот через воскепар есть проезд вот так вот объезд видишь этот участок и затрагивается то вот здесь и смотрим здесь рельеф даже нет наверное рельеф лучше так смотреть вот вот вопрос здесь или так тебе трудно будет сказать мне не понял понял насколько можно перенести дорогу чтобы вот так вот было я думаю это все возможно просто дело времени и при таких скажем решений это совместная комиссия будет решать может быть временно будут использовать эту дорогу даже там же то в основном из-за минирования они приостановили эту дорогу чтобы очистить там некоторые участки а так разными решениями это все можно решить как до строительства дороги тоже могут и совместно использовать вот это барданец айрум село но это барданец айрум а здесь здесь дорога нет там проблем не должно быть и здесь ну что мы вот это единственный по моему момент вот это вот это момент где затрагиваются дороги и я вижу что вот здесь через водский бар есть объездная дорога но есть через село ну да конечно через село можно проехать и выехать сюда там и южнее дорога есть но просто чуть получается крюк нужно делать подари где южнее тут же азербайджан нет а не азербайджан это анклав тут анклав нет южнее тоже а ну вот вот южнее дорога есть да отделе жена вот так вот вот да если не знаю дорога тоже не на просто чтобы попасть тогда из этого самого из где-то ну например вот из этого села саре юг в вас кипар тогда нужно будет вот так вот я понял да меня вот так вот ехать поэтому я думаю что решат они это этот вопрос в общем-то важно важно чтобы была политическая вода но ты как человек который непосредственно связан с этими дорогами то есть где-то примерно сколько это будет стоить не так уже дорого в зависимости от рельефа от инженерных решений от того что будут ли они земли как-то закупать или это государственные земли там очень много моментов есть что у нас за ангизуле происходит скажи мне я имею ввиду с другой стороны ирана но активно строится мосты на границе со стороны афганда и устроят азербайджанцы или иранцы совместно с нашей стороны с нашей стороны активно строит наш автоглуб принципе периодически передают какие-то видео кадры что идут работаем опять уйдем в этот самый в карту здесь но данный вот если на карте мы возьмем небольшой участок который является яблоком а мосты строится где афгант ближе границы смотри нет другая карта лучшим как то есть не было там надписи видно да прям вот так вот смотрю видно тут мост строится или нет скорее всего google еще если нет не видно тут среди совместа то есть вот здесь устроиться примерно там территории и дальше дальше дорога идет вдоль раза но она есть лучше дата 12 шоссе до белясувар джульфа иранская сторона просто она чуть-чуть такая приграничная дорога была и в многих местах она не очень хорошем состоянии было но думает короткий участок приведут порядок в принципе там не нужно там не нужно особо делать таким образом чтобы ну я к чему говорю там не нужно подводить еще какие-то таком ну как вот мы говорили что верхняя джарь и да нужно сначала пробовать подвести коммуникацию а потом уже это а там не нужно помогать там просто нужно но это может может быть очень быстро насколько я понимаю надеюсь кстати по верхняя джарь и 42 километра 18 планирует в этом году сдать переходим к верхняя джарь и так подожди-ка давай-ка я нас тоже покажу зрителям чтобы они совсем не расстраивались что у нас мы тут мы тут но тоже сокращается тогда карта что плохо лучше карту увеличить чтобы ясно было видно давай карту увеличиваем ну вот у нас верхняя джарь и зарзма вместо дорога от верхняя джарь и да вот бешеный курорт и дорога от верхняя джарь и до адыгани вот там после адыгани уже нормальная дорога это тоже да не автобан но нормальная дорога ну вот этот участок да чтобы вы понимали здесь здесь горок дороги и дорога ли удар по горам понятно это чтобы было понятно это альтернативная дорога по грузии по маршруту восток-запад да и другой момент что это даст грузии дополнительные значения это то что соединяет три программ пункта с турции смысле это для перенаправления потока если в каком-то программ пункте загружается можно перенаправить грузы недавно это было как раз таки что вот карцахи здесь есть выше в поле вот он по городу карцахи карцахи у вас там 21 автодорожный и с этой на другой стороне ну вот тоннель вот это богу двери секарс чтобы вы видели и здесь должна быть станция вот танца карцахи вот здесь у меня есть фото с шикарная с этим с этим я показываю пальцем вот там будет тоннель это какой год 2015 кстати очень думаю для нас тоже будет интересно открывают уже высокоскоростной прошлый год открыли анкара сивас железную дорогу а теперь открывает рейс истамбул сивас высокоскоростного идем сюда вот сивас сивас в принципе ближе к нашей вот он сивас вот она анкара и истамбул то есть есть честно говоря интересно можно ли сделать железную дорогу вот здесь батуми продолжить железную дорогу по побережью вот это было бы очень классно но до самсуна не как-то периодически озвучивать потому что от самсуна уже южнее есть соединение через а массе вдоль моря я сомневаюсь чтобы они сделали ну может быть в нашу сторону нет но если до самсуна будет уже нормально самсуна до полтурции ты чего самсуне каждая новая магистраль новые вот ветка она дает дополнительные возможности для чего сказал сам был сивас это после модернизации закончить как закончит бтк модернизацию также у нас уже есть подвижной состав для анкара баку анкара можно еще продлить до стамбула а там еще дальше планирует восточный экспресс они постановить не но в стамбуле возрастом было там дальше европа и там у них уже на очень хорошем уровне все развито уже там нет не сказал где вы там болгария тоже активно работает но не закончили двадцать восьмом году будет на балканах есть тоже слабые точки и там тоже идет конкуренция европейского пан европейской скажем магистрали тент и один пояс один путь которые от греции поднимает населить через болгарию сергию два потока они как-то сливаются слушай вот давай я у тебя сейчас спрошу другую вещь которую часто у меня спрашивают многим кажется что если есть только железная дорога вот только по железной дороге едет и едет поезд это лучше чем если перегружается то есть лучше объехать больше чем перегружать на чем мультимодальный маршрут все зависит как организовываясь все зависит от твоих возможностей и насколько ты финансово обеспечен в этом вопросе насколько у тебя вообще есть опыт если говорить о нашем маршруту азербайджана по морскому делу есть уже опыт 165 лет по железной дороге 144 у грузии 151 год смысле мы не новые не новички в этом деле да мир меняется объемы другие но объемы как будто увеличиваться относительно этого тоже будет корректироваться идеально да отлично было бы скажем даже вот общественный транспорт возьмем если ты одним маршрутом едешь это более удобно считается но если европейские варианты когда мы скажем с одной точки переходим переезжаем на другую точку разными видами транспорта настолько это налажено грамотно удобно что ты не чувствуешь не но смотри чтобы нашли ли понимали чем больше спускаешься на юг тем больше расстояние потому что земля круглая там еще только чем больше спускаешься на юг тем больше санкционные страны и санкционные страны у тебя на севере конфетка там еще то тоже разница севера и юга что южнее страна 45 лет под санкциями северная страна 2 года по санкциями южнее страна 13 тысяч километров и очень серьезные вложения требует на севере который находится страна нас 14 года по 20 уже модернизировала часть бам и они вот если сравнить до миллион двести тысяч контейнер 21 год до войны они перевезли но это реальный небо и земля так куда иран куда я тебе говорю что у нас сейчас я и я почему все это на затеялся считать и так далее мы вот так считали на нас сейчас будут давить в том плане что ребята давайте-ка принимайте наши грузы зачем вам центральная азия принимайте грузы через нас и и то есть у русских тоже нет другого выхода они еще раз вывожу карту да еще раз вывожу карту и делаю ее побольше чтобы все понимали о чем идет речь вот смотри вот самое еще раз здесь у русских все глухо закрытая абсолютно глухо закрытая можно конечно через казахстан но куда они убираются они убираются в иран нет дела я не согласен не получится просто центральную азию брать потому что центральная азия это часть этого большого проекта и у них так как природно нет выхода на море они тоже уже стратегически заинтересованы выходить через южно-кавказ и у них они они само собой у них свои товары я говорю про китай тем более что завтра блинкин ну и завтра блинкин гела тут будем делить если у тебя есть свой товар ты вынужден улучшать свою инфраструктуру и на западных побережьях каски но смысле относительно и центральной азии говорю когда ты улучшаешь инфраструктуру для себя если есть путь есть порт есть терминал тогда почему бы и другие товары тоже перенаправить чтобы эффективно работать это все взаимосвязано да но я почему говорю что чем южнее тем больше расстояние вот отсюда до сюда отсюда как ты имеешь ввиду к Казахстан к Кыргызстан точке входа до азербайджана дальше чем вот отсюда до сюда хотя кажется что нет земля здесь меньше расстояние короткий путь если по суше взять да один из коротких путей это пока нету вот это вот когда мы берем круглую землю мы видим насколько здесь даже из Китая тоже ведь так везут понимаешь я тоже пишу тут путаница в чем возникает опорные точки откуда мы берем начало и конец относительно этого короткий маршрут можно сказать если разные точки опорные тогда понятно что мы но если вещь идет о востоке Китая но опять-таки здесь на востоке Китая главное будет морской транспорт но насчет морского транспорта вот проблема вот этот маленький перешей он я думаю очень серьезные проблемы может создать там уже не только проблема скажем судов там уже и с интернетом мы увидели проблемы там очень интересная кстати история как если мы об этом говорим 22 23 год 35 процентов увеличились объемы по советскому каналу и в год 9.4 но ближе к десяти миллиардом они заработали но эту точку не обращать внимание это я да здесь такая . и после вот этих атак хуситов они только в ямваре 47 процентов снизилась объемы вот одна ситуация как сильно влияет на ну вот континентальную экономику так что не будем как-то сгущать краски у нас есть не это я все равно мы никуда не денемся весит про проблема в другом проблема в том что вот действительно понимаешь проблема в том что действительно мы оказываемся в ситуации когда но я скажу так мы оказываемся в ситуации когда ну мы становимся слишком нужны всем а это не есть хорошо кстати я сейчас выведом на экран другую карту еще чтобы наши зрители понимали о чем о чем идет речь если мы говорим о морских перевозках вот она вот эта карта вот эта карта движение судов онлайн да вот такая вот примерно ситуация и мы видим что творится в красном море это ты когда снимал это не туда я не снимаю это онлайн а марина трафик это мобили первое то что мне выбросило может быть любое другое но это онлайн сюда мы видим что творится в этом в персидском заливе и мы видим что творится в красном море по сравнению с этим наше черное море это ерунда хотя смотри как интересно вот это все это новороссийск новороссийск нефтяной терминал да вот туда идет через босфор и дальше что творится и что творится в босфоре мы видим да а вот это кстати вот это это зерновой коридор там за после войны в основном загружается константа у константа вот у них уже до 92 миллион тонн константа конечно да что достаточно даже черное море по сравнению со средиземным а уж тем более персидским заливом и другой нюанс то все зависит от того что это сегодняшняя картина но по улучшению инфраструктуры эти все интенсивности могут поменяться смысле передвижение судов черном море и каспийском море будут увеличиваться все зависит от объема какой объем нашу сторону будет перенаправляться а перенаправление потока это не однодневный процесс если длительное время при советском союзе у нас все дороги с юга на север было это и у нас и скажем в центральной азии сейчас они аккуратненько перенаправляются с востока на запад а для этого нужны инфраструктурные какие-то решения если мы компактные южно-кавказские страны но центральной азии казахстан сам с одного конца до другого 3000 километров казан большой там население мало узвекистан поменьше но хотят поменьше 22 или три южных кавказа помещаются для информации да то что они 10 лет назад построили же сказ гранд шалкар бейна это вот именно костяк я бы сказал и бтк или мармара эти три проекта они сделали привлекательным этот маршрут и сделали короче путь но вот по казахстанскому проекту нужно еще вот между да и не ушел шалкар построить авто магистраль потому что на данный момент если фура который через турцию грузию азербайджан с салята в актау заезжает и дальше в астану он поднимается от бейнеу на север каспия потом вдоль границы россии а потом опять спускается вниз большой крюк делает или скажем есть вот у узбекистана каркал пускал пакистан этот западная часть там тоже длительное время ну просто степь и внедорожье последние года они по проекту карак строят кстати азербайджан со активно участвует там тоже через китайская компания и наши с турками совместно и это тоже дополнительное это выход куда это выход на порт и скажем казахстана под казахстана в основном поток куда идёт опять в нашу сторону до октаву куры до 2 и турнира шли здесь мембаши тоже интересная тема они последние года начали уже как-то как тает этот лед они открываются они все-таки подключились уже к трассе ки также они в тюркском совете они не подожди они не были трассе ки они были как наблюдатели сейчас как участники у них тоже вот есть свои какие-то проблемы по инфраструктуре вот сейчас у них активно строится по восток-западу автобан если в сторону от и востока посмотришь от ашхабада то туркминабад это граница узбекистана значит от ашхабада до тэджена не девятнадцатом году сдали сейчас тэджен мары вот этот участок знали на днях и остается вот от мары до туркминабада что тоже очень важно по маршруту восток-запад но это автомобильная да железная дорога у них 1851 году они начали строительство но после нас закончили от но в то время красноводск был сейчас туркмин баши ташкент вот этот промежуток почему здесь они не показывают железные дороги гугл я не могу понять я думаю там приблизишь если там должны я приближусь сделаю этот как его зовут и сделаю наверное мы ее увидим все ты от порта смотри ближе к порту там должно быть около терминала вот 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 станция железной дороги вот они идут а и дальше идет вот да ну как можно не показывать железную дорогу странные люди в этом гуле работают там говорят индейцы в основном это все что единственные либо железные дороги я не помню у них они тоже разные все-таки насколько туркмин баши баку это ближе 300 километров раньше за 12 часов забирались потом после 99 если не ошибаюсь там вижу визовый режим чуть-чуть это скорректировал пассажиропоток в основном уменьшился после семнадцатого восемнадцатого года начался увеличивается поток у нас был если не ошибаюсь до пандемии дошло до сорок семь тысяч пассажиров в год до пассажиры грузы а груза я добавлю прошлом году из двадцать третьем году азербайджанский сделал скидки по перевозкам фуры если раньше было 1800 долларов туда-обратно сейчас 600 долларов сделали скидку туда-обратно 1200 для пор ну и в качестве резюме давай резюмируем все это резюме следующий я у тебя сразу за спрошу мы поняли насколько для россии важен южный кавказ а зачем он европе не я бы не сказал для южный кавказ на данный момент нужен как россии как и раму так китаю и европе всем заинтересованным сторонам интересен также и турции и турции понятно это . . входа для россии это точка выхода для китая ну для китая да в какой-то степени тоже иран но и у иранцев так или иначе есть альтернатива через турцию хотя она не очень хорошая мы с тобой говорили что давно через вану на мультимодальные там суши одну мультимодальные перевозки зеленого приходится через водное делать через озеро ван так или иначе да так или иначе а вот европейцам зачем дело у нас вчера была встреча с китайцами китайцам интересен трансказки но это не только интерес что было только дорога она должна быть конкурентоспособны тут нужно нам чуть-чуть поработать в этом плане так нас ведутся работы но дорога должна быть рабочий есть проекты которые я не раз у тебя в эфир говорит то что мы начали во время этих реализации проектов произошло очень глобальные какие-то события а начиная от пандемии потом война в украине в атаках уситов это с одной стороны если увеличивает значение но это же дополнительные загружения как на ту инфраструктуру который еще не готова принять большой поток так что тут нужно как кризис менеджер быстро реагировать и быстро вот это все устранять эти проблемы но из позитива то что мы озвучили у тебя в начале эфира и добавлю по восток западу азербайджан автодорожный сегмент до границы грузии за пару месяцев я думаю уже полностью закончат грузия мы сказали самый сложный участок заканчивается это тоже даст возможность сократить время до портов автодорожным и до границы турции также железнодорожные сообщения это сложный участок даст нам дополнительный импульс а да для больших потоков нужно большие во первых инвестиции и нужно работать в этом плане что же будем работать и понимаем не только геополитическую ноги экономическую важность нашего региона это и плюс но это и минус потому что создает большой риск дело к плюс большой но самое главное мы должны понять чтобы уберем это геополитику все это берем эти дороги они должны во-первых работать для нас для нас сами для каждой страны и мы должны улучшить ее потому что мы я считаю не хуже любой другой страны мира и мы достойны современной инфраструктуры который будет перевозить грузы и товары гораздо быстрее а потом уже дополнительные вот этот пазл региональный трансконтинентальный как бы мы не называли вот это будет приятным дополнением ну что ж это бог давай я сам хочу убрать эту политику то что ты говоришь политику убрать но где не получается думаю твой призыв понятен твой призыв ясен я думаю что сильные мира всего которые иногда одним глазом посматривают на канал тебя услышат это наверное тоже это знаю большое спасибо большое спасибо вам за очень интересную беседу и большое спасибо всем нашим друзьям которые были сегодня с нами всего доброго и до новых встреч